Исчезновение людей – одна из тех бед, которые обычно несет с собой война. Информацию о том, что в Харциске в последнее время стали часто пропадать люди, в горотделе полиции подтверждают. Только за два последних месяца в правоохранительные органы поступило 17 заявлений по факту исчезновения харцезян. Установить местонахождение удалось лишь 11 из них. По остальным шести заявлениям заведены оперативно-розыскные дела. До тех пор, пока обстановка в городе не стабилизируется, сотрудники полиции рекомендуют без крайней надобности не выходить на улицу в темное время суток. Сейчас хотелось бы отметить, что несмотря на то, что комендантский час в городе отменен, но тем не менее обстановка напряженная. И хотелось бы посоветовать людям в темное время суток без острой необходимости на улице не выходить. 24-летний Сергей Губарев – один из тех людей, которые сегодня числятся в горотделе полиции пропавшими без вести. Исчезновение молодого парня взбудоражило соцсети. 14 ноября 2014 года он вышел на работу. Работает он в такси. В пол-одиннадцатого последний раз он мне позвонил и сказал, что едет в город Иловайск на заказ. Без 15.12 я ему звонила, хотела пригласить домой на обед. Уже связи я с ним не имела. Но кинулись мы поздно вечером его искать, потому что не придали никакого значения, может телефон сел или еще что-нибудь. Вечером к таксистам начали подходить, спрашивать, кто что видел. Рация тоже у него не отвечала. Ничего мы так и не узнали, ничего не нашли. На следующий день мы пошли в милицию. Там написали заявление, они опрашивали соседей, таксистов, операторов. Всех они опрашивали, диспетчеров. Ну, сказали, будут искать. Мы решили тоже не сидеть, поучаствовать в этом. Написали в группу ВКонтакт о просьбе, чтобы, если кто что видел, чтобы нам помогли. Судьба супруга Екатерины по-прежнему остается неизвестной. Автомобиль, на котором он поехал в Иловайск, десятка черного цвета, тоже не найден. Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Сергея Губарева, просьба сообщить в полицию или по телефону 093 872 51 90.